МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По горам, по долам. Пешую прогулку по горам организовал министр культуры и спорта. Алтен Сапа по-новому. В условии традиционного конкурса товаропроизводителей на премии президента страны внесены изменения. 44,5 миллиардов тенге выделено в этом году на микрокредитование кооперативов в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в стране. Сумма направлена на дальнейшее развитие сельскохозяйственной кооперации в Казахстане, рассказали ответственные лица на заседании правительства под председательством премьер-министра Бакатшана Сагентаева. На сегодня в стране создано 2849 кооперативов посредством объединения 62 тысяч хозяйств. Из них 170 кооперативов создано в Алматинской области. Также в этом году планируется в регионе создать еще 50 сельхозкооперативов с объединением 10 тысяч 800 личных подсобных хозяйств. Для дальнейшего увеличения не только численности кооперативов, но и качества в области проводятся разъяснительные и агитационные работы среди населения. Встречи, беседы создаются стимулирующие факторы и условия для хозяйств. В Алматинской области в рамках государственных и региональных программ развития сельского хозяйства и в частности АПК выполняются различные задачи. У нас в регионе создано 170 кооперативов с объединением 17 тысяч личных подсобных хозяйств. Половина из них занимается животноводством. В целом развитие сферы сельского хозяйства в области идет хорошими темпами. Реализуя отраслевую программу развития агрокооперации на 2018-21 годы и госпрограммы развития АПК на 2017-21 годы, мы сможем в полной мере осуществить задуманное главой государства по улучшению благосостояния нашей страны. Ежегодный конкурс ярмарка социальных идей и проектов для неправительственных организаций Алматинской области на грант Акима завершился. Сразу 10 лучших проектов по различным направлениям получили государственные гранты общей суммой 10 миллионов тенге для дальнейшей реализации. В прошлом году около 43 НПО подали заявки на участие в конкурсе. Общая сумма грантов составила 4,5 миллиона тенге. И с каждым годом эта цифра растет, как и требования конкурсантам. В этом году из более 100 заявленных проектов 10 были признаны лучшими и стали обладателями грантов Акима. Мы видим некий хороший результат этой работы и поэтому активно привлекаем наших НПО и даем гранты. Тем самым представляем возможность работать и обеспечить людей трудовым местом, во-первых. Во-вторых, оказать услуги нашим инвалидам и другим категораммам населения. И это дает хорошие результаты. В числе победителей и общественное объединение ПАРЫС. Это уже не первая их победа. В прошлых годах они выиграли грант социальной программы «Волонтер» по оказанию помощи инвалидам, одиноким пенсионерам. Теперь они планируют открыть школу робототехники. Эта победа поможет вырастить не одно поколение сильных айтишников, программистов и изобретателей, признается создатель проекта. Так как сфера робототехники в Казахстане молода, она в районах отсутствует вовсе. Есть только в больших городах. Мы хотим осуществить мечту многих молодых людей, которые заинтересованы в робототехнике. В дальнейшем можно взрастить не одно поколение сильных специалистов в этой сфере. Мы участвуем не впервые в этом проекте. Мы очень рады, что смогли выиграть этот грант. Готовили 4 месяца. В прошлом году мы выиграли грант на 200 тысяч деньги на проект «Волонтеры». В следующем году неправительственные и общественные объединения снова могут подать заявку. Главное, чтобы соцпроекты были важными и полезными. Общая сумма грантов с каждым годом будет только расти. Алексей Цой, Абдалан Усипов, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. С ключевыми направлениями модернизации системы здравоохранения ознакомились ЖТСУские врачи. Роль лекторов на себя взяли сотрудники Министерства здравоохранения Казахстана. Семинар прошел в течение двух дней и затронул самые актуальные темы. Такие, как внедрение обязательного медицинского страхования, развитие лекарственного рынка, медицинского туризма. Затронули участники встречи вопросы государственно-частного партнерства. Именно внедрение ГЧП позволит улучшить инфраструктуру системы здравоохранения. Только в нынешнем году прирост механизма по республике составил 40% от предыдущего года. По словам вице-министра здравоохранения Казахстана, Алматинская область достаточно активно работает в части государственно-частного партнерства. Но вместе с тем есть резервы для привлечения частных инвестиций. Поэтому спикеры еще раз ознакомили собравшиеся с технологиями сотрудничества. Цифровизация, она приведет первое к оптимизации затрат внутримедицинской организации. Но наряду с этим позволит улучшить качество работы самого медицинского работника, потому что высвободит его от излишней нагрузки, от бумажной волокиты. Дискуссия была в рамках внедрения менеджмента и корпоративного управления. Мы говорим о том, что должен быть медицинская организация, исполнительный орган. В инфекционной больнице Талдукургана скончался ребенок. Трагический случай подтвердили официальные лица в ходе брифинга, прошедшего в региональном центре службы коммуникации. Двухлетний Айшек Абдулда стало плохо в ночь с 27 на 28 мая. У малышки повысилась температура, была неоднократная рвота. Днем ее доставили в региональную инфекционную больницу с подозрением на менингококковую инфекцию. Однако было уже поздно. В течение часа ребенок скончался. По предположению врачей, она могла заразиться во время пребывания в гостях некоторое время назад. В целях профилактики лица, контактировавшие с ребенком, проходят осмотр в инфекционной больнице города Талдукурган. Всего с начала года в ЖТСУ зарегистрировано 4 факта заболевания менингитом и уже второй летальный. В течение 10 дней, с момента обнаружения последнего пациента контактного, им начато уже превентивное лечение. То есть, согласно действующих протоколов и действующего приказа, начато уже превентивное лечение. Вот такая сегодня ситуация. То есть, ни одно контактное лицо не выпало из поля зрения. Активность менингита в эпидемиологический сезон бывает каждый год. Опасна инфекция тем, что передается воздушно-капельным путем. А первые симптомы болезни зачастую напоминают простудные заболевания. Проявляется слабость, повышенная температура, тошнота. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу. В группе риска дети до 5 лет и пенсионеры. Необходимо временно воздержаться от посещения бассейнов, банных учреждений и в целом мест большого скопления людей. Нужно постоянно укреплять иммунитет, заниматься спортом, правильно питаться, принимать витамины. 80 любителей активного отдыха во главе с министром культуры и спорта Казахстана. Арстанбека Мухаммедзиулы прогулялись пешком по туристическому маршруту Заилийского Алатау. Путь из 8 километров пролегал от высокогорного спорткомплекса Медео через Бутаковку. Табаганда лагеря Алатау в нашей области. Полюбоваться красотами природы вышли известные спортсмены, певцы, чиновники, бизнесмены, общественные деятели. Не только прогулявшись, но и изучив потенциал туристического кластера, они обсудили методы развития экотуризма. Особое внимание нужно уделить инфраструктуре, так как для комфортного пребывания туристам не хватает элементарных скамеек, указателей, беседок, отметил министр. Как говорил президент, мы должны войти в 30-ку развитых стран мира. Сегодня уже не нужно строить в горах новые гостиницы и дома отдыха, прокладывать новые дороги. Нужно лишь соединять то, что уже существует, например, связать Шимблак и Акбулак в Талгарском районе канатной дорогой. Получится разветвленная сеть популярных горнолыжных курортов, а летом делать эти маршруты удобными для пеших туристов. Достопримечательности Алматинской области непременно должны стать популярными на весь мир. В этом регионе делается все возможное для развития этой сферы. Впервые победители премии президента страны Алтен Сапа получат денежные призы. Об этом и других новшествах рассказала управляющий директор по организации республиканских конкурсов Салтанат Абдекаримова в ходе рабочей поездки в Алматинскую область. Кроме этого она рассказала предпринимателям и о новых требованиях и правилах в проведении республиканского конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». Тему продолжит Азад Шумаханов. В этом году Национальная палата разработала и произвела колоссальные изменения в номинировании на премию президента страны Алтен Сапа, которые уже внесены в указ главы государства. Отныне специально созданная экспертная комиссия будет проверять предприятия не просто на основании представленных документов, но и выезжать на места в регионы. Теперь предприятия не просто на основании документов будут выбирать, а на 40 финалистов предприятия будут выезжать эксперты и оценивать их на месте. Насколько отчеты правильно сделаны, соответствуют ли они действительности и после этого будут выбираться победители. Кроме этого, в Алтен Сапе появился новый стимул небольшой – это денежное вознаграждение. Это порядка 1 миллиона тенге, который дается предприятиям победителям Алтен Сапы, чтобы они шли на следующий конкурс. Это конкурс СНГ по качеству. Он является платным, поэтому в виде небольшого стимулирования, чтобы они дальше шли на конкурс СНГ. По положению конкурса из каждого региона Казахстана по разным номинациям будут отобраны по 9 финалистов. Лучших уже из этих смогут выбрать и сами казахстанцы, приняв участие в онлайн-голосовании. Региональный этап по нашей области состоится в конце июня этого года. Его победитель получит возможность представлять регион на республиканском уровне. По ЛТК у нас очень хорошее изменение, да, лучший товар Казахстана. Здесь появилось онлайн-голосование. С 15 по 25 октября ежегодно мы будем голосовать за лучшие товары. Будет выбираться 27 победителей. Из 144 представителей всех регионов будут выбираться 27 финалистов. Из этих 27 финалистов мы будем голосовать и выбирать лучших. Для директора компании «Мэдисон» Алексея Шайкина это первый обучающий семинар. Его предприятие с 2008 года выпускает мебель медицинского назначения. По его словам, участие в конкурсах прежде всего – хорошая возможность для дальнейшего развития бизнеса. Основная цель – это, конечно, заявить о себе на большую аудиторию, на весь Казахстан. То есть работать уже не ограниченно, там Алматинская область, допустим, да, ну то есть границы расширять нашего предприятия. Семинар раскрывает много интересных тем, разъясняет, как оформить и подать документы, как правильно решать иные вопросы. Еще одним существенным изменением в премии «Алтенцапа» стало введение новой, четвертой номинации в области сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Кроме того, учреждены две специальные премии. Это лучший индустриальный проект и лучший инновационный проект. Азадж Маханов, Мадибай Бусанов, телекомпания «ЖТСУ», Талдыкурган. Казпочте 25 лет. Четверть века назад была основана почтовая связь независимого Казахстана. В честь знаменательной даты в Талдыкурганском филиале акционерного общества организована специальная лотерея для клиентов. С подробностями наш корреспондент. Почти все талдыкурганцы, получающие пенсии и пособия в ведомстве, сегодня собрались в этом небольшом зале, чтобы принять участие в акции «Год подарков от Казпочты». Каждому пришедшему сотрудники учреждения вручили лотерейные билеты. Всего разыграно семь денежных сертификатов на приобретение бытовой техники на сумму от 50 до 200 тысяч тенге. Остальные получили утешительные призы. Цель этого мероприятия – это повысить лояльность, доверие наших клиентов, ознакомить, какие изменения происходят в последнее время в Казпочте, чтобы население знало, какие мы услуги оказываем, какие внутри изменения происходят, и чтобы наши жители пользовались услугами Казпочты. Спонсором является «Технодом» и банки второго уровня – это «Хомкредит» и «Альфа-банк». Подарки от спонсоров были разными. Это и денежные сертификаты, и бытовая техника. Надя Раджа-Паркулова – жительница областного центра. Постоянно пользуюсь услугами Казпочты, признается женщина. Сегодня она выиграла электронный чайник. Я участвовала в розыгрыше от Казпочты. Большое спасибо за такую акцию. Пользуюсь услугами Казпочты очень часто. Все выполняется очень быстро, качественно. Спасибо. Проводите почаще. На сегодня Казпочта в целях обеспечения удобства и онлайн-обслуживания имеет свой личный сайт «Посткизет». Здесь каждый может отслеживать отправление своей посылки или письма, введя лишь номер телефона, либо трек-номер. На сегодняшний день услугами Казпочты пользуются порядка 60% населения Алматинской области. А акции подобного типа теперь уже будут проведены во всех населенных пунктах, где есть отделение акционерного общества. Азадж Маханов, Нуржам Муканов, телекомпания «Ажет-Асу», Талдыкурган. События в мире продолжит выпуск. В МЧС Кыргызстана подсчитали ущерб от майского снегопада на Иссыкуле. По предварительным данным он составил почти 20 миллионов сомов. Это около 100 миллионов тенге. 2446 голов мелкого рогатого скота, 36 лошадей, 4 жеребенка, 45 коров и 4 теленка погибло только в одной Иссыкульской области, где в последние несколько дней прошли обильные снегопады. Фермеры попросту не были готовы к тому, что понижение температуры застанет их врасплох. Часть овец и баранов была острижена, поэтому морозы они попросту не выдержали. Остальных снегопад и похолодание застали на пастбищах, куда животных выгоняют весной. Это не первые для Кыргызстана погодные сюрпризы текущей весной. Снег, обильные осадки, шквальный ветер. Синоптики не раз отмечали некоторые отклонения от нормы за три весенних месяца. Штормовые предупреждения от МЧС стали уже привычными. Хотя каждый из них оборачивается ущербом для экономики страны. Снесенные крыши, замерзший скот, подтопленные дома и строения. По данным синоптиков, нынешнее понижение температуры в мае не последнее. Синоптики не говорят, что это аномалия, но то, что погода год от года становится другой, очевидно. В Ростове-на-Дону основательно готовятся к предстоящему чемпионату мира по футболу. На окнах одного из аварийных домов города появились изображения горожан, радостно встречающих гостей в Мундиале. Нарисованные люди держат в руках шарфы, флаги и надписи «Добро пожаловать». По словам художников, таким образом они хотели добавить ярких красок в облик города. Местные жители такую инициативу встретили неоднозначно. Некоторые назвали идею оригинальной. Напомним, чемпионат мира 2018 пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля. Турнир пройдет на 12 стадионах по всей стране, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В результате урагана Альберта в американском штате Северная Каролина погибли два человека. Ими оказались сотрудники местного телеканала, которые освещали происходящее в регионе событие. Журналисты скончались от травм, полученных в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Напомним, ранее в Алабаме, Флориде и Миссисипи объявили режим чрезвычайной ситуации. Здесь свирепствует ураганный ветер и обильные осадки. Как сообщает агентство Bloomberg, ущерб от разгола стихии может составить свыше 1 миллиарда долларов. Лилия Штугрина по материалам интернет-ресурсов. В Казларде полиция разыскивает водителя, который не пропустил карету скорой помощи и нарушил правила дорожного движения. Подробнее об этом и не только в блоке республиканских новостей. В Казларде действия автовладельца чуть не не привели к трагедии. На кадрах видно, как водитель, маневрируя на проезжей части, делал все, чтобы не пропустить карету скорой помощи. Видео попало в сеть. Комментаторы возмущены поведением автовладельца в центре Казларды. Отметим, подобные случаи в последнее время участились. На прошлой неделе в Алматы водитель также отказывался пропустить скорую помощь. Автохамы – лишь полбеды. Пройдя одну преграду зачастую, автомобиль скорой помощи натыкается на не менее серьезную. С начала года в Казахстане утонули 28 человек, 11 из них дети. Больше всего гибнет людей в Южно-Казахстанской области. Такую печальную статистику сегодня озвучили в Комитете по чрезвычайным ситуациям. Недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра около водоемов. Алкогольное опьянение, по словам заместителя министра внутренних дел, становится основными причинами трагедии. Купальный сезон стартует через пару дней. Чтобы обезопасить казахстанцев, спасатели совместно с полицейскими инспектируют водоемы по всей стране. Еще один метод, который зарекомендовал себя, это проведение интерактивных уроков до начала каникулярного периода. Такие занятия прошли уже в более чем 200 школах по всей стране. В Мунайлинском районе Магисталской области активными темпами ведется прокладка водопроводной линии. На эти цели из республиканского бюджета выделили 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Сейчас вдоль улиц сел Казалтубе, Мангастал-4 и Баскудыг устанавливаются колодцы и протягиваются десятки километров труп. Обеспечить жителей центральным водоснабжением планируют уже до конца этого года. Впервые за несколько десятилетий в селе Казалтубе проводят водопровод. На эти цели выделено 300 миллионов тенге. На окраине начеленного пункта начали строительство водонакопительной станции. В каждом из шести резервуаров будет храниться по тысяче кубометров воды. Обзор республиканских новостей подготовил Азадж Маханов по материалам интернет-ресурсов. Все силы на борьбу с беззаконием. Круг сотрудничества Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области расширяется. На борьбу с мздаинством присоединились и сотрудники общенационального движения против коррупции Жанару. Взаимодействие сторон будет направлено на снижение административных барьеров и повышение качества исполнения документов. По мнению экспертов, искоренить коррупцию поможет цифровизация госуслуг. Портал электронного правительства Казахстана в нашей области оказывает более 200 видов услуг. В том числе оплаты налогов, штрафов, пошлин, коммунальных услуг. Посредством портала в считанные минуты сегодня можно получить адресную справку, поставить ребенка в очередь в детский сад, подать заявление в ЗАГС, а также зарегистрировать бизнес в течение одного дня. Все это можно сделать не выходя из дома и без недобросовестных посредников. В Алматинской области наблюдаются положительные сдвиги. В этом вопросе активное участие принимает Департамент государственных доходов области. В выступлении начальника госдоходов рассказал, что ни один сотрудник не был привлечен к ответственности. Это отрадное явление. Правоохранительные службы должны объединиться против коррупции. Цифровизация госуслуг должна помочь в решении этой проблемы. За рубежом, в частности в Германии, уровень коррупции довольно низкий. А почему они добились таких высоких результатов? Они делают все электронно. Мы должны брать с них пример. Дети должны петь детские песни. Так считает композитор, автор более ста детских песен Алтен Маханбетова. По ее словам, в нынешнее время родители не особо задумываются о репертуаре, который выбирают их дети, что очень огорчает артистку. Ведь именно детские произведения воспитывают их любить родину, родителей, дорожить дружбой и ценить счастливое и беззаботное детство. Поэтому на протяжении более 16 лет Алтен Маханбетова по всей стране проводит концерты и разные фестивали, пропагандируя детские песни. В эти выходные артистка организовала творческий вечер с жетесузскими звездочками Бахатте Болгдар Балалар. В сольном и коллективном исполнении детей во дворце школьников областного центра прозвучали 29 песен Алтен Маханбетовой. Мероприятие прошло на общественных началах и посвящено 20-летию Астаны и Дню защиты прав ребенка. Особое внимание детским песням я начала уделять в 2002 году. В это время шел детский телевизионный проект «Анши Балгым Келеды». Тогда все участники пели взрослые песни, хиты тех времен. Меня удивило, почему бы им не исполнять песни своего возраста. Тогда я и задумалась и решила начать писать песенки для таких детишек. Стоит отметить, что все концерты проводятся бесплатно, потому как нет ничего прекраснее слышать, как поют наши маленькие звездочки. Этот концерт мне очень нравится, впрочем, как и песня самой Алтен Маханбетовой. Ее песни хороши тем, что их легко выучить, они добрые и веселые. Особенно мне нравятся песни «Хызгалдах», «Алтына нашим» и «Мереки». В Талдыкургане стартовал детско-юношеский чемпионат Алматинской области по футболу. Звание победителя на городском стадионе «Булашак» ведут в борьбу футбольные дружины, составленные из воспитанников талдыкурганских спортивных школ, а также представителей еще 14 районов. Такие соревнования способствуют привлечению к спорту ребят различного возраста и помогают полезно организовать их досуг. Кроме всего прочего, в юных футболистах воспитывается командный дух. У них формируются начальные спортивные навыки и укрепляется здоровье. Турнир проходит по круговой системе в четырех подгруппах, что дает возможность всем командам показать свои способности в любимом виде спорта, а судьям объективно выявить победителя. В этом году он проводится по семи возрастам, добавилось. Младшая возрастная категория – восьмилетние игроки. Несмотря на то, что на футбольном поле играют дети, матч по накалу страстей не уступает взрослому поединку. Во многом оправдывая мнение специалистов о том, что эти ребята – будущее талдыкурганского футбола. Два тайма по 25 минут игры проходят. Значит, 16 команд. Победители подгруппы, они разбиты на четыре подгруппы. Победители подгруппы будут оспаривать первые и четвертые места, вторые места, пятые и восьмые и так дальше и дальше. Ну, мы проводим этот чемпионат Алматинской области. Это, надо сказать, спасибо за дальновидность руководителям нашего областного спорткомитета. Вот эти соревнования – это как бы подготовка вот этих детей, которые не имеют еще игрового опыта, к дальнейшим соревнованиям, в которых они будут участвовать в последующие годы. В талдыкурганском ДРЦе спорта «Жастар» состоялся большой детско-юношеский конкурс «Шинки окушинкай карате» – чемпионат на Кубок Акима города. В нем приняли участие около 150 спортсменов из шести областей страны. Их гости из Кыргызстана от шести до тринадцати лет. Мероприятие ежегодная цель – увидеть в деле молодых и перспективных спортсменов. А зрителям получше познакомиться с этим видом спорта. По результатам конкурса наибольшее количество побед одержали спортсмены из Талдыкургана, Алматы и Каскелена. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин